Сейчас в зоне специальной военной операции находятся волонтеры Народного фронта Хакасии. Они привезли очередную партию гуманитарного груза. Посылки доставляют по подразделениям и по возможности передают бойцам лично в руки. Редкие кадры, которыми делятся активисты, в репортаже Елены Крыловой. Наши приехали из Ширинского района, диссоцированных здесь в ЛНР. Третье видео – важное послание от Народного фронта. Голос за кадром – руководитель отделения в Хакасии Ксения Буганова. Несколько дней она вместе с волонтерами находится в зоне спецоперации. Несмотря на опасность, они объезжают подразделения один за другим. У них крайне важная миссия – передать бойцам лично в руки все то, что так бережно собирали жители республики. И везде даже сильные мужчины не могут сдержать эмоции. Огромная благодарность нашим землякам за помощь. Я волнуюсь. Спасибо за все. В коробках – провизия, одежда и медикаменты. Привет, Хакасия. Спасибо вам за оказанную помощь. Очень благодарны. Все пригодится. Все сгодится. Как и обещал Народный фронт, на собранные жителями Хакасии средства в этот раз больше миллиона двухсот тысяч рублей волонтеры закупили тепловизоры. Завтра из Москвы их отправят в Народный фронт в Ростов, где их заберут наши волонтеры и привезут военным. Еще одна особо ценная часть груза – это подборка для госпиталей. Что у нас тут одеяло, там и простыни, тут лекарства, которые специально для больничных условий. Здесь тоже жители Хакасии. Тут собирали вата, перевязочный материал, теплые пояса, коляски, медикаменты, одеяло, подушки, жгуты. Все, что вы собрали нам с Хакасии, с республики Хакасии, все дойдет до госпиталя, все дойдет до каждого бойца, который нуждается в этом. Огромное вам спасибо. Сбор помощи продолжится до победы. Во время поездки волонтеры общаются с солдатами и выясняют, что именно им необходимо. Например, некоторые подразделения делают заказ на носилки, которые сшили наши женщины. Они очень понравились военным. Я посмотрел, девчонки сделали очень неплохие носилки. А в следующий раз, если будет такая возможность, на нас немножко сделайте. Вообще потребность, конечно, у меня порядка, наверное, 80 штук. Но если хотя бы 50 сделать, будет очень здорово. Я вижу, что носилки хорошие, и они не одноразовые. Кроме того, Народный фронт поставил цель купить дроны для наших подразделений. Обо всем волонтеры расскажут, когда вернуться. Связь в зоне СВО очень плохая. А пока военные благодарят жителей Хакасии за этот груз и особенно детей за их письма и рисунки. Каждое письмо, написанное вашей рукой, очень ценно для нас. Потому что вы – будущее нашей нации, будущее нашей Родины, нашей большой страны. Елена Крылова, Вести, Хакасия.